Итак, сегодня мы отправимся в Индию. Индия удивительная страна, очень древняя, намного древнее, чем мы думаем. Они построены из камня и до сих пор они простояли и выдержали время, огромное время. Но эти строения, конечно, очень загадочные многие. Кто их построил, это, конечно же, загадка, это неизвестно. Многие умы бьются за этот ответ и пытаются ответить на этот вопрос с помощью различных гипотез, различных предположений. Но кто их построил, мы должны разобраться, насколько это возможно с нашей научной точки зрения. Одним из любимых туристических мест в Индии бесспорно является храм Шри Витала, известный своими залами поющих колонн. Чтобы увидеть это диковинное сочетание архитектурной мысли, ремесленного мастерства и художественного исполнения, вам придется направиться в город Хампи, штат Карнатака. Надеюсь, я делаю правильное ударение. Территория храма поражает богатым убранством. Фактически его можно назвать музеем резьбы по камню. На входе в храм стоит каменная колесница, давно ставшая символом Витала. Колесница поражает тонкостью своего исполнения. Впрочем, как и другие скульптуры, ветра достаточно для того, чтобы насладиться божественной мелодией. Так говорится во многих путеводителях. Итак, давайте послушаем же, наконец-таки, что же там за мелодия. Итак, сейчас мы находимся в Google путешественники или как это назвать. Google очень помогает путешествовать там, куда сразу прямо не поедешь. Рассмотрим данный храм и вот мы прям стоим перед ним, перед этим храмом. Музыкальных храмов, как я вижу, что тут он не один, тут их несколько. Вот один какой-то разрушенный и вот он. Но постараемся с вами сейчас разобраться. Так, закрываем все лишние детали, чтобы нам было легко его изучать. Значит, первое, значит, что тут интересно. Вот эти колонны, это и есть музыкальные колонны. То есть, вот эти колонны, которые вот они стоят, это и есть музыкальные колонны, с помощью которых создаются мелодии. Как вы только что видели, по ним стучишь и там 7 мелодий создается. То есть, доры, мифа, соль, оси. Вот так вот. Так, далее. Далее будем смотреть. Есть такая гипотеза, что эти колонны, но даже не гипотеза, везде написано, что у колонн есть как какой-то там полы, полы какое-то там отверстие какое-то, с помощью которого этот звук подымается там и создается. Но дело в том, что вот здесь, как вы видите, я никаких канавок, я ничего не вижу вот здесь вот. Ну, давайте немножко посмотрим, может найдем. Дело в том, что данные колонны со временем были повреждены и дело в том, что некоторые колонны были отколоты. Отколоты. Сейчас мы вот сюда пройдем. И вот эти отколотые колонны, они полностью состоят с одного материала. То есть, нету там никаких полостей, нету ничего. Вот как мы видим, но даже вот это видите, вы тут все с одного материала состоит. И так видно. Только каким образом эти колонны издают разные звуки, вот весь прикол, весь эффект в этом и заключается, что звуки-то тут разные. Хотя материал однородный, один и тот же материал, один и тот же размер у них. Вот если мы посмотрим на их не размер, то у этой колонны или вот эта колонна, они все одинаковые. Вот эта колонна, вот эта колонна. То есть, одинаковое у них сечение и все остальное. Ну, давайте немножко попутешествуем вообще по этому уникальному месту. Посмотрим, что тут у нас еще есть. Вот это вот, как раз вот это строение. Так, вот это строение и есть этот уникальный музыкальный храм. Так, но если нам посчастливилось бы здесь найти вот эту обломанную колонну, которую поломали, и чтобы показать, что она действительно вся, вся полностью, вся она полностью с однородного материала. И причем этот однородный материал, так, сейчас сюда встанем, спереди. Этот однородный материал, вот он, этот храм. Как мы видим, очень уникальный храм. Да, впечатляет, конечно. Так, попробовать внутрь зайти, как внутрь зайти, да. Так, попробуем здесь. Так, ищем колонну обломанную какую-нибудь одну. О, это что? Это нет. Это что? Это какие-то рисунки. Так, ну, хоть один обломанная эта колонна, хоть одна будет здесь или не будет. Так, это все целые. Что у них там? Отреставрировали, что ли? Ну, это что? Ну, возможно, что очень трудно ее найти. Будет прям сразу, придется немножко поискать эту колонну. Но, пока мы ее смотрим и ищем данную колонну. Обратите внимание, как тут сложен потолок. Сложен со специальных узоров. Это кинематические узоры. Потому что каждый звук, он имеет определенную волну. И сейчас вы тут на заставке эту волну видите. И это волна как раз создает эти уникальные звуки, то есть уникальные ноты. Так, ребята, вот она, по-моему, поломанная колонна, да? Там непонятно, какая-то тоненькая. Сюда можно встать как-нибудь. О, мы внутрь зашли. Так, 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 где она была? Так, что тут все целые? Тут, о, вот она. Так, повернемся. На. Вот, смотрите, ребята, смотрите. Вот она, обломана. Ну, низ не видно. Как бы нам снизу посмотреть? Ну, тут кусок мрамора. Тут, короче, ничего нету. А, подождите, вот здесь можно встать. Не, не получается. Так, 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 так. Короче, смотрите, вот здесь была колонна. Вот она обломана. То есть нету никаких тут этих самых, самых трубочек, по которым звук циркулирует. То есть вот какая-то, вот она, она была. Вот колонна. То есть давайте увеличим. Так. Смотрите, вот колонна. И никаких трубочек. Ну, давайте еще найдем более обломанную такую. Ну, по-моему, с этой стороны видели. А вот здесь ее встанет. Посмотрим. Так, что тут у нас? Вот колонна. Так, колонна. Так, нам нужна обломанная колонна. Куда ты делайся? Так, где же ты обломанная? Это обломанная забыто. Ну, вот кинематические узоры. Это как раз кинематические узоры, которыми весь потолок разрисован. То есть тот создатель этого храма, он знал, как делится звук, что любая музыка делится на определенные ноты. Мы их знаем семь основных нот. Я так не силен в звуке, но я думаю, что тот, кто силен, он понимает. Это еще более лучше. Вот они они, эти кинематические узоры. Ссылка на данный, на данное такое путешествие от Google. С помощью интернета я в описании эту ссылку дам, если нужно. Можете сами там полазить, поискать. Вот узор, вот узор. То есть по каким законам это работает, неизвестно. Как будто кто-то заговорил камень. То есть что однородный камень будет по-разному. Мы попробуем здесь встать. Так, мы, по-моему, выскочили на улицу, да? Да. Так. Сюда встать. Так. О! Внутреннее. Внутреннее. А, вот это как раз уход. Так, сейчас здесь колесница. А, вот она колесница. А, это мы на другой храм. Перескочим давайте сюда. Итак, данное путешествие пришлось остановить на этом месте, потому что вы можете, в принципе, сами зайти по ссылочке в описании, попутешествовать виртуально по храму данному. Но итог этого всего путешествия, исследования такого интересного, в том, что в храме используются технологии, которые опережают, опять-таки, свое время. Либо мы отсталые, либо кто-то был очень крут. И далеко-далеко вперед ушел нас. Так что результат налицо. Как говорится, необъяснимо, но факт. Подпишись, пусть будет нас много. Любой проект оценивается вниманием друзей. Пусть нас будут миллионы. Всем вместе веселей.